Как летать в Роблоке с Мэтт Сити? Очень удобно сокращать расстояние в Мэтт Сити, перемещаясь по воздуху. Ведь передвигаясь на машинах, у игрока уходит слишком много времени и сил. Узнайте, как начать летать. Подготовка. Необходимо отправиться на базу преступников, чтобы взять пушку. Возьмите АК-47 какой-нибудь дробовик и пистолет. В будущем они понадобятся для вскрытия замка. Заимив необходимый боевой арсенал, отправьтесь в ночной клуб. Его значок показан розовым цветом. В этом здании вы и найдете предмет, который позволит летать. Немного порыскав по ночному клубу, на втором этаже вы найдете стойку диджея. Там будут четыре прямоугольника со случайно сгенерированными на них цветами. Вашей задачей будет запомнить эти четыре цвета по порядку слева направо. За этой стойкой находится дверь с горящим огоньком. Пройдя в нее, залезьте по канату в отверстие в стене сверху. Будьте осторожны там, куда вы уже прошли. Находится целый ряд защитных приспособлений, таких как лазерные полосы и лазерные круги повсюду. Нужно быть предельно аккуратным и пройти через все это. Пробегитесь по этому этажу. Необходимо найти ящик, похожий на автомат с газировкой. На нем есть множество небольших прямоугольников разного цвета. Вот тут то и пригодятся цвета, которые вы запомнили. Ваша задача – достать любое из оружия и прицельным огнем поразить каждый из цветов в том порядке, каком вы видели снизу в стойке диджея. Если вы все сделали правильно, терминал загорится зеленым цветом. Далее найдите лестницу, которая ведет на верхние этажи. Пройдя через нее, разыщите два кресла и стол около стены. В стене должно быть квадратное отверстие. Подойдите к нему и удерживайте кнопку E на английской раскладке клавиатуры. После этого, если все верно, будет получена секретная карточка, которая даст доступ к реактивному ранцу. Реактивный ранец в аэропорту. Теперь путь лежит в аэропорт, но добираться до него на машине слишком долго, так что желательно сделать это, используя другой транспорт. Вертолет пристроен на автопарковке возле причала у воды. Ориентиром является значок алмаза рядом. Аэропорт будет видно с воздуха сразу. Его отличительной чертой является череда ярко-голубых высоких башен и зданий. Зайдите в низкий дом, окруженный пальмами. Напротив входа лежит большое количество брошенных чемоданов. По желанию можете обыскать их все и заработать немного денег. Справа от входной двери ищите секретную дверь, которая открывается только с помощью карточки, которую вы уже раздобыли. Подойдите к ней и удерживайте кнопку Е, чтобы использовать заранее подготовленную карту по назначению. Дверь откроется и взору предстанет реактивный ранец, который с легкостью можно взять и летать по городу столько, сколько вам угодно. Летающий транспорт на этом можно было бы закончить. Но есть небольшая фишка, с помощью которой летать сможет не только ваш герой, но и его автомобиль. Создайте, либо найдите себе машину. Подойдите к ней поближе, нажмите два раза на пробел, чтобы взлететь на реактивном ранце. Аккуратно, не спеша подлетайте к машине, к водительской двери. Вам нужно поймать момент и нажать Е, чтобы сесть за руль. Если все сделано правильно, вы стали водителем первой летающей машины в Мэтт-Сити. Итак, вы нашли секретный супер-джетпак в Рублокос, о существовании которого знают лишь немногие игроки. Не только нашли и используете, но и улучшили его в летающий автомобиль. Теперь вам не придется добираться с одного конца города на другой, передвигаясь по земле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!